здравствуйте друзья я кратко отвечу на вопрос который звучит так вот когда человек попадает в другую среду насколько эта среда его меняет вот приезжают люди выросшие в там я не знаю в ссср там или в пост ссср и они там угрюмые подозрительные там еще какие то это не мой текст на мне в вопросе так мол они ожидают там все неких неприятностей тогда и вот они попадают другую страну насколько вот как бы вероятно что они в этой стране изменятся адаптируются и будут как все ну я думаю так что разные люди имеют разную степень адаптивности вот так так назовем то есть кто-то через пару лет никогда не подумай что он жил в этом постсоветском пространстве я таких встречал но их немного кто-то хоть ты знать какая-то кол на голове тиши значит а он как был так и остался и на него вообще нулевое влияние это все производит он ходит он всем недоволен он в общем что говорит а значит все остальные люди вот между да этими двумя экстримами они в той или иной степени меняются и перед тем как мы уезжали из ссср это вот там 90 год за пару лет до этого перестройка там знаете все публикуют все что-то рассказать какие-то новые идеи и и вот много-много раз на каждом углу повторялась фраза из письма антон павловича чехова брату михаилу где он ему такую инструкцию давал и говорил что надо каждодневно из себя выдавливать раба общество было такое которое дело чека рабом надо его выдавливать из себя каждый день это непрерывная работа и вот я когда попал сюда некоторое время прошло и как ты начал может быть формулировать что-то для себя я для себя сформулирую что здесь не надо из себя ничего выдавливать она сама потихонечку и из тебя начинают выходить за отсутствием вдавливания просто по факту того что никто не вдавливает она потихонечку и выходит даже если вы совершенно ничего делать для этого не будет поэтому я это наблюдал и по себе и по другим людям и я вижу как меняются улыбки я вижу как меняется отношение к людям я вижу как желание помочь или там допустим терпимость вот как как это все меняется и плюс на это более открытыми более радушными что ли даже не знаю как сказать поэтому да да безусловно люди меняются степень изменений но вот от человека зависит ничего не могу сказать то есть я это видел самом-самым широком диапазоне вот и я бы на месте человека который куда-то едет я бы не стал специально себя менять я бы сказал все я еду я живу я человек я тот же самый я помню это ощущение найти нью-йорк вот мы прилетели с самолета сошли и и не знаешь куда попал чего попал и думаешь ну вот сейчас вот до сегодняшнего дня это был я завтра это буду уже не я потом смотришь нет это все же все я тот же самый я и в зеркале то же самое вижу и настроение и там и отношение к жизни и так далее поэтому надо просто вот быть открытым к жизни а меняться меняться хорошо я помню себя лет в двадцать пять когда мне казалось что но уже я уже не могу измениться я уже такой взрослый такой как бы состоявшийся и ну куда же меняться в 25 лет а потом смотришь и в 30 меняешься и в 40 меняешься вот я там 60 я и я продолжаю меняться я такое удовольствие от этого получаю честно то есть я я рад тому что я еще могу меняться это очень здорово под влиянием среды конечно в значительной степени и страна и и штат и люди вокруг и город и местность сельская городская и чем ты занимаешься все все абсолютно все на нас влияет что-то в большей степени что-то в меньшей комментарии ваши тоже влияют на людей которые читают эти комментарии вот вы можете взять нагадить а можете что-то хорошее сделать и как бы лампочку такую зажечь лайки там или дизлайки вы можете пойти там и поставить дизлайк а я вижу там под совершенно безобидными там видео ставить дизлайк ну он как бы во внешний мир гадит самое главное себе в душу гадит поэтому то есть конечно не только среда но и сам сам по себе человек он создает тоже эту среду мы мы активные создатели среды вокруг себя поэтому такая вот история я должен сегодня наверное или завтра я еще не договорился встретиться с ириной она ведет блог живет сан-диего мамсон ее зовут там по блогу и она написала видео такое повесила что вот я еду в северную калифорнию и там встречусь с ольгой брукман и с михаилом портном там задавайте вопросы если есть ну я поскольку думаю что это наш сейчас появится значит над пойти вопросы почитать чего там люди хотят у меня спросить можете заранее там чуть подумал и вот я читаю эти комментарии и думаю у меня бы половина этих комментаторов уже бы давно в бане было чтобы не пачкать и другим людям настроение не портить и гадить в том месте где они сами живут они в том где другие люди ходят знаете поэтому мы конечно меняемся под влиянием среды но мы создаем эту среду и мы мы имеем большую способность гадить в своей собственной жизни в жизни других людей тут уже простор совершенно не ограниченный на самом деле поэтому так я хотел добавить как бы второй аспект да что не только среда нас меняет и жизнь нас меняет но и но и мы тоже в этом во всем участвуем что